Продолжаем собирать новости, которые, как нам кажется, могут определить ход событий ближайшего времени. Первый из них на этой неделе вступил в силу указ Путина о запрете владения землей для иностранцев на большей части приморских территорий оккупированного Крыма. Из 11,5 тысяч участков, подпадающих под изъятие, около 10 тысяч принадлежат гражданам Украины, купившим эти земли еще до захвата полуострова России. Украинские власти называют этот указ юридически ничтожным и обещают после возвращения суверенитета над Крымом восстановить нарушенные права законных владельцев изымаемых земельных участков. В то же время марионеточные власти Крыма намерены в середине этого года подать судебные иски к Украине на сумму до 10 триллионов рублей, это порядка 130 миллиардов долларов за водную и энергетическую блокаду, введенные Киевом после российской оккупации полуострова. Вторая новость. Парламент Армении отменил таки военное положение, введенное в стране сразу после начала в сентябре прошлого года боевых столкновений с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Политическая напряженность между оппозиционными партиями и правящей партией действующего премьера Николы Пашиняна сохраняется. Внеочередные выборы парламента страны должны пройти 20 июня. Привет, я Александр Герасимов. Это проект «Оно вам надо?» Внятный разбор основных событий прошедшей недели на территории государств бывшего Советского Союза, как, впрочем, и других стран, практикующих русский язык. Дайте нам минут 40-50 вашего времени, в обмен получите достаточной информации для того, чтобы чувствовать себя персоной, глубоко разбирающейся в текущей политике. Ну, или почти глубоко. А если вы все понимаете, значит, вам не обо всем говорят. Вот темы этого выпуска. Россия – тюремная скрепа путинского режима. Как сторонники Навального готовят гигантский митинг за его освобождение? Беларусь – день воли. Когда начнется весенняя волна уличных протестов против Лукашенко? Израиль – русскоязычные евреи и власть. Как долго страна может жить в состоянии парламентского кризиса? На прошедшей неделе команда Алексея Навального, сидящего в Покровской колонии общего режима, открыла новый проект. Запущен интернет-сайт «Свобода Навальному». Цель, которую поставили перед собой организаторы, довольно проста – собрать на этом сайте подписи 500 тысяч человек, готовых выйти на улицы своих городов с требованием освобождения одного из главных политзаключенных России, коим, собственно, и считают Навального в штабе фонда борьбы с коррупцией. Политическая кампания выглядит довольно технологичным. Заготовлены листовки с критикой путинского режима, стикеры со слоганами «Любовь сильнее страха», «Один за всех и все за одного», «Россия будет счастливой» и «Свободу всем». Заготовки для плакатов, которые могут быть любых размеров, и футболки с портретами Навального. Ну, в общем, вполне себе современный инструментарий для продвижения идеи, что называется, в массы. Довольно подробно изложена мотивировочная часть. Сотрудники ФБК считают, что вся ненависть Путина персонифицирована в одном человеке, из-за Навального Россия готова выходить из Совета Европы, расторгать договоры и покидать международные организации. Готова позориться, врать на государственном уровне и разрывать дипломатические отношения. Только чтобы один невиновный человек, личный враг Путина, не вышел на свободу. Навальный – самая большая проблема путинского режима. Так написано на сайте навальный.ком. На нем же дается объяснение того, что участие в проекте практически безопасно и не повлечет за собой никаких репрессий со стороны властей. Каждого из зарегистрировавшихся в тот день, когда их общее число превысит 500 тысяч, будет выслано на электронную почту информация о месте и времени проведения митинга за освобождение Навального. В качестве иллюстрационного материала использована карта России со счетчиком и географической привязкой по населенным пунктам. Правда, с картой вышел первый, похоже, незапланированный конфуз. На ней полуостров Крым изображен как часть Российской Федерации. Что не очень понравилось главе Межлиса крымско-татарского народа Рефату Чубарову. На своей странице в Фейсбуке он сообщил, что имел по этому поводу разговор с руководителем штабов Фонда борьбы с коррупцией Леонидом Волковым. В результате получил довольно категоричный отказ что-либо менять на карте. Таким образом, к общим политическим ориентирам организаторов проекта «Свободу Навальному» добавилась еще и позиция его штаба по вопросу, чей Крым. В России, кстати, до сих пор около 80% населения считает, что в его аннексии ничего плохого не было и нет. На мой взгляд, это гениальная идея. Они держат дело в политической повестке страны и в СМИ. Это привлекает много внимания, особенно после интенсивных репрессий, последовавших за двумя последними раундами массовых протестов. И если вы зайдете на веб-сайт, то сможете увидеть, откуда другие люди, которые уже подписали и выразили поддержку. Так что, если я протестую, я могу почувствовать себя более смелым, подписавшись. Я вижу, что рядом со мной есть и другие люди, которые тоже взяли на себя обязательства. Это может способствовать повышению явки. Они уже на полпути к своей цели. Они также были очень умны и специально не объявляли новую дату проведения этого протеста. Таким образом, они дают себе некоторое пространство для маневра. Но на данный момент они успешно держат его в новостях, даже несмотря на то, что они фактически не организовывали существенную протестную деятельность уже почти два месяца. В принципе, идея неплохая. Я у них посмотрела сайт. Идея разумная с точки зрения преодоления спирали молчания. У нас основная проблема с тем, что оппозиции много, но она не проявляется. Она где-то сидит и мыслит себя меньшинством. И с этой точки зрения, да, разумно. Но дело в том, что Навальный все-таки пытается организовать общероссийский протест в форме своего партийного митинга. Это очень сложно. И мне кажется, что команда Навального не до конца понимает запросы россиян, потому что то, что россияне недовольны Путиным, еще автоматически не делает их сторонниками Навального. Мне кажется, что команда Навального несколько переоценивает поддержку. И когда мы все сидим сейчас на карантине и в информационном пузыре, нам всем кажется, что вокруг нас только сторонники, ну хотя бы потому, что алгоритмы соцсетей так работают. Я думаю, что и Путин сидит в том же самом пузыре. Ему тоже кажется, что 90% за него. Хотя печальная правда состоит в том, что вот эти люди, которые недовольны Путиным и недовольны Навальным, они рассуждают же по принципу «чума на оба вашу дома». То есть большая часть людей, им не нужны ни те, ни те. Честно говоря, я не испытываю большого оптимизма по поводу его акций. Мне кажется, что Навальный очень сильно просел после отказа поддержать компанию «Нет». Вот тогда как раз можно было бы сработать на этот символический эффект и вытянуть эту спираль молчания. Он почему-то к этой акции не подключился, именно потому что это была не чисто его акция. А сейчас он всех зовет на чисто его акцию. Вот знаете, когда Навальный будет действительно страшен для Путина, когда он перестанет играть в игру Алексея Навального, единственный политик в России, единственная звезда российской демократии, и когда он наконец научится сотрудничать с остальными политическими силами и идти на компромисс. Вот тогда Навального будет уже не победить. А сейчас извините. Меня больше всего, так сказать, огорчает, смущает, как-то вызывает какую-то напряженность, пассивность огромного большинства российского населения. Да, значит, вот 200 тысяч человек по всей стране поставили, сказали, что, ну, дали понять, что они будут участвовать в маршах или там в каких-то манифестациях, направленных на поддержку Навального. 200 тысяч – это, казалось бы, немало, но, может быть, наберется еще 200 тысяч, полмиллиона. Хочется в это верить. Но это же бесконечно мало по сравнению с населением страны и даже с населением, ну, там, скажем, десятка, двух десятков крупнейших городов. Вот эта вот пассивность основной массы населения, безразличие к тому, что, собственно, происходит с человеком, не просто с человеком, которого незаслуженно посадили в тюрьму, уж само по себе это должно бы вызвать какое-то чувство протеста нормального человека, но народ безразличен в массе своей. И это вызывает какие-то нехорошие предчувствия. Заставляет предполагать, что режим Путина может оказаться более прочным, более устойчивым, ну, или, по крайней мере, факторы неустойчивости, они где-то скрываются в элитных отношениях, в противоречиях высшем эстеблишменте, высшей бюрократии, но не связаны с массовыми движениями какими-то. Команда Навального очень хороша в изобретении разных способов мобилизации, способов убеждения. С другой стороны, то, что заявленная самая крупная за постсоветскую историю акция, опять же, привязана к одному имени, к одному человеку, мне не нравится, да, мне не нравится, я вижу здесь определенный вождизм. Я не думаю, что у них будут проблемы, чтобы собрать 500 тысяч подписей. Таким образом, они вовлекут очень много людей за короткий период. Можно почувствовать воодушевление от этого соревнования. Вы призываете к протесту и смотрите, что произойдет. Если соберется 500 тысяч человек, это потрясающе. Если выйдет на протест гораздо меньшее количество, вы можете четко сказать, хорошо, посмотрите, это последствия репрессий Кремля, это насилие Путина, потому что подписавшихся 500 тысяч, но 400 тысяч людей боится выходить из своих квартир. И это, я думаю, тоже очень мощное политическое заявление. Так что с точки зрения уличной политики, я думаю, что это блестящий ход. Фамилия Навального на этой неделе была на слуху еще по одной причине. На его сайте было опубликовано два заявления. Навального заявления в адрес начальника Федеральной службы исполнения наказания и генеральному прокурору по поводу недопуска к нему лечащего врача и о применении пытки бессонницей. Навальный пишет, что у него сильно болит спина и теряет чувствительность правая нога. Он уже с трудом ходит. По его мнению, у него классическая картина заболевания, связанная с защемлением нерва при отсутствии надлежащего лечения. Он обвиняет сотрудников колонии в осознанном отказе в медицинской помощи и подрыве его здоровья. При этом в течение каждой ночи к нему в камеру по несколько раз приходит охранник, снимающий его на видео, по причине классификации Навального как склонного к побегу. Арестант требует провести проверку и прекратить применение пыточных мер. Журналисты, занимающиеся пенитационной тематикой, говорят, что начальники исправительной колонии 2, которую определили на ближайшие два с половиной года Навального, будут помнить его всю жизнь. Спорить с этим довольно сложно. Вот, скажем, не успел генпрокурор разобраться с жалобой заключенного, как появилось обращение в его поддержку, подписанное более 150 российскими правозащитниками и деятелями культуры, которые требуют от главного генерала ФСИНа Калашникова создать Навальному нормальные, не угрожающие его здоровью и жизни условия содержания в колонии и обеспечить своевременный доступ адвокатов. Официальный представитель Кремля по этому поводу заявил, что они не следят за состоянием здоровья оппозиционера Навального. Политологи же считают, что это не совсем правда. Навальный для Путина опасен как на свободе, так и в колонии. Люди Навального осознают, что режим Путина вполне готов к таким же мерзким и жестоким действиям, как господин Лукашенко в Беларуси. При этом они должны поддерживать интерес людей к себе. Я ожидаю от режима Путина, что он по глупости попытается арестовать много людей. И я говорю по глупости, потому что каждый раз, когда они арестовывают людей, а они арестовали 12 500 человек в первые два протеста за Навального в этом году, таким образом они навсегда отталкивают не только этих людей, которые попали за решетку, но и их членов семьи и друзей. И поэтому каждый раз, когда российское правительство подавляет оппозицию, оппозиция становится сильнее. Самое умное, что Кремль мог бы сделать в ядваре, это проигнорировать протесты. И тот факт, что он настаивает на содержании господина Навального в лагере вдали от Москвы, является лишь показателем его собственных страхов и даже собственной слабости. Так что дальнейшие репрессивные действия только подпитывают это предположение. Я думаю, что сегодня гораздо больше понимания, чем было три месяца назад, что господин Путин не силен, не может справиться со своим собственным населением, а его путь и поведение часто противоречат его личным интересам. Это не поступки уверенного в себе лидера, это поступки лидера, который очень боится, и это только поможет Навальному дальше. Есть разные точки зрения. Одни считают, что преследование Навального – это просто личная месть президента, который оскорблен, ну, понятно, чем. фильмом о дворце, значит, обвинениями в том, что он дал приказ отравить, отравить, значит, лидера оппозиции и так далее. Все это мы знаем. Но, возможно, это и так. Возможно, здесь и просто есть такая кремлевская паранойя. В Кремле могут преувеличивать значение Навального как политического лидера, преувеличивать его способность увлечь за собой массы населения. И, может быть, что еще важнее, преувеличивают его влияние на политический и бюрократический истеблишмент. Ведь многие ходят очень упорные слухи, что в Навальном какие-то круги в руководстве страны, в элите, если можно так ее назвать, видят будущего лидера, человека, который может сменить Путина. Ведь кто-то же дает ему информацию о том, где у кого там, что во дворцах происходит. Так просто вот эту информацию найти невозможно. Но, во всяком случае, такие слухи ходят. И, наконец, третьи говорят, и, может быть, тоже не без оснований, что Путин и его окружение знают нечто такое, что вызывает у них беспокойство. Может быть, это не связано с Навальным лично, но связано с тем, что они видят, знают, получают какую-то закрытую информацию от, там, я уж не знаю, от кого, от ФСБ, ФСО и так далее, которое говорит о том, что положение их не такое прочное, как кажется вот извне, как кажется, скажем, из Праги. Это тоже возможное объяснение. Я думаю, Навальный опасен Путину. Навального бы не посадили, если бы он не был опасен. Навальный символ, так или иначе, к его словам прислушиваются. Так получилось, что человек, находящийся в тюрьме в России, получает большую медийную поддержку, вне зависимости от того, кто он такой. Его жалко. Но, конечно, это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что значительная часть населения рассматривает Навального как такого дурачка, который зачем-то взял, приехал, уехал из хорошей Германии, приехал в плохую Россию, сел в плохую российскую тюрьму. Но с точки зрения именно части вот этой московской тусовки, Навальный герой и молодец, и своим поступком он фактически нейтрализовал своих оппонентов внутри демократического крыла. Потому что критиковать человека, находящегося в тюрьме, сейчас очень сложно. Если бы он находился в Германии, он был бы гораздо более уязвим с точки зрения внутренней критики. Чем он больше на текущий момент будет троллить Путина угрозами этих массовых акций, и вот сейчас там 500 человек, вот они выйдут на улицу, тем по реакции Путина можно заранее предсказать, что Путин уперся. Он дал давным-давно карт-бланш своим правоохранителям. И он ни за что, ни на секунду не уступит никакому, и Навальному в особенности он не уступит. Причем молча будут давить, не дай бог, если там кто-то что-то будет вытворять противозаконно, даже таких законов, которые мы можем много раз не признавать, но они вот сейчас действуют, с радостью кинут вообще дубинки, все что угодно, на то, чтобы это подавить. Будут ходить спокойно, как-то там все, ну хорошо, значит. В разных городах, кстати говоря, очень по-разному происходит. Никуда никакой повод эти разговоры про то, что Путин там испугался, и там, знаете, наши политические деятели, Путин попал в тупик, там вот такой глупости всякие говорят, ничего Путин не испугался, никакого Навального, ни в какой тупик он не попал. Путин, извини за, значит, с жаргонизм, уперся рогом, да, и будет этим рогом упираться, и плевать он хотел, что там Навальный устроил, ну хорошо, пусть посидит еще подольше, и все, и просто этим вот все и закончится. Весь пар уйдет в свисток, ничего не будет. Сейчас, конечно, нет, а завтра, может быть, да. Я думаю, что, конечно же, Путин больше всего боится не Навального, а того, что Навальный может стать или, по мнению Путина, уже является частью какого-то заговора, да, и в перспективе дворцового переворота. Я думаю, что Путин боится этого. С другой стороны, интересно, что популярность Навального растет, да, вот согласно, например, последним опросам Левазо-Центра, но и критика в адрес Навального растет вместе с его популярностью, то есть отношение к нему неоднозначное. В этом смысле, будет ли он опасен как лидер массового уличного протеста, пока говорить рано. Понятно, что вот у него была такая проблема, да, что вроде бы как он не мог выйти за пределы довольно узкой популярности, да, его не пускали на телевизор, ему не давали создать партию, но вот сейчас вроде бы как какие-то эти барьеры пройдены, да, но результат неоднозначный. Поэтому посмотрим, что будет дальше с нашей политикой, вот, и тогда мы поймем, опасен ли он для Путина как именно уличный политик, а не только как возможная вот эта вот часть дворцового переворота, чего, как я думаю, боится Путина. А знаете, сейчас среди обзаревателей российской политики ходят разговоры о том, что довольно высокая активность граждан, проявленная в регистрации на сайте Свободу Навальному, может подтолкнуть Кремль к каким-то более активным действиям по нейтрализации интернета. Ну, действительно, прям под носом у хранителей основ путинской государственности. Бог знает кто, позволяет себе черти что. Так вот, еще в прошедшее воскресенье разогнанные было делегаты форума муниципальных депутатов провели на платформе Клабхауса виртуальный съезд, на котором присутствовало в 10 раз больше участников, чем на съезде реальном. По понятным причинам арестовать-то никого не удалось, потому как каждый из присутствующих находился, ну, где-то у себя дома, наверное. А как с таким можно мириться? Кремль не оставляет попыток создания большого рубильника, с помощью которого можно было бы мгновенно отключить Россию от всемирной сети, изолировав ее от внешних информационных ресурсов. Но это, что называется, на случай войны. Недавние попытки блокирования телеграммы показали, что российским властям еще очень далеко до получения возможности оперативного управления локальными событиями в интернете. Вот была тут, кстати, попытка Роскомнадзора обязать граждан при регистрации в соцсетях указывать паспортные данные и адрес проживания. Вроде на этой неделе от этого отказались, но ведь недолго и вернутся. Тем более, что по замерам в ЦИОМа, 35% населения страны считает интернет угрозой семейным ценностям и ровно столько же полагают, что он может угрожать политической стабильности в стране. Уж не говоря о том, что около 60% опрошенных уверены, что интернет — это абсолютно неконтролируемое пространство, где полно недостоверной информации. Так что пока, пользуясь временной неспособностью властей перекрывать все и вся внутри Рунета, регистрация граждан готовых пойти на гигантский всероссийский митинг за освобождение Навального продолжается. Да, едва не упустил важную деталь. На этой неделе некий советник российского министра обороны Ильницкий заявил, что западные страны во главе с Соединенными Штатами начали против России ментальную войну, цель которой является уничтожение самосознания и изменение ментальной или, если хотите, цивилизационной основы общества. Последствия Коева могут проявиться минимум через поколение, когда сделать уже будет ничего невозможного. И чтобы этого не произошло, предлагается максимально быстро вести суверенизацию, то есть возможность исключения интернета и готовить кадры по информационному противодействию. Можно было, конечно, и не заметить это странное сообщение, но его распространило самое, что ни на есть, главное государственное информационное агентство России – ТАСС. Видимо, что-то знает про ментальные войны. День воли 25 марта – это годовщина провозглашения в 1918 году Белорусской Народной Республики, просочистовавшей менее года. Белокрасно-белый флаг, с которым сегодня со звериной серьезностью борется белорусская милиция с тех лет. Во времена Советского Союза день отмечали только диссиденты. После распада СССР его стали широко отмечать. Сейчас режим Лукашенко пытается вычеркнуть его из истории. Лидер оппозиции Светлана Тихановская, ранее не считавшая День воли праздником, заявила, что нельзя идти в будущее, не помня о прошлом. День воли по традиции – праздник антиправительственной акции протеста оппозиции. По этой причине режим Лукашенко не любит, когда люди его празднуют, особенно в нынешних условиях, когда изгнанная оппозиция привела к возобновлению массовых протестов. Теперь еще неизвестно, сможет ли протестное движение возродиться. В прошлом году произошло это огромное излияние массовых демонстраций, которое было встречено правительством с поистине трагической жестокостью. И всю эту зиму оппозиция, лидеры которой находятся в изгнании, обещали, что координируют и планируют на весну. И этот день, 25 марта, они назначили днем возобновления массовых протестов. Еще неизвестно, смогут ли они вести такую же деятельность, как в прошлом году. Лукашенко хочет, чтобы они даже не рассматривали этот вариант. Так что он позволит себе делать все, что в его силах, будь то превентивные аресты, задержания, чрезмерное применение силы для удержания людей от выхода, чтобы остановить и не позволить возобновления протестов. На 25 марта, который для большинства уже, наверное, белорусов стал неожиданно одним из важнейших дней ключевых и символической политической датой, ожидали, что какой-то призыв или какое-то активное начало к дальнейшему сопротивлению будет положено именно сегодня. С другой стороны, также все понимают, насколько активно и масштабно закрутился механизм репрессии, потому что, к сожалению, революции не терпят пустоты. Если нет активности со стороны революционного лагеря, то, естественно, начинается тут же активность со стороны иного лагеря, то есть системы. И система, в отличие от революционного лагеря, сумела восстановить прочность и эффективность своих структур, пошла, мы видим, в активное наступление зачистки массовые почти по всей Беларуси, в то время как пространство революции сжалось, уже даже речь не идет о дворовых каких-то акциях, уже даже сжалось до каких-то индивидуальных непубличных действий и активностей. Совершенно очевидно для меня, что не следует ожидать ни сегодня, ни в субботу, ни в ближайшее время сотен тысяч людей на улице. То есть картинка, которую мы видели в августе, сентябре, октябре, не повторится. Почему? Потому что для большинства людей, большинство людей по своей психологии, они не диссиденты. То есть этот диссидент может отстаивать свое убеждение, не обязательно при этом вере в то, что это даст какой-то результат прямо сейчас. Это для него, прежде всего, акт гражданского мужества. Он отстаивает свои убеждения, но ему совершенно не обязательно, чтобы это привело к каким-то результатам позитивным. Но большинство людей, естественно, так не рассматривает эту ситуацию. Они понимают, что выход на протесты в сегодняшней Беларуси – это не просто риск быть задержанным или сбитым ОМОНом. Это риск попасть под уголовное преследование, под пытки. Фактически есть шанс сломать свою жизнь. И для того, чтобы рискнуть, а ставки очень высокие, для того, чтобы рискнуть, человек хочет видеть все-таки, хочет верить, что его этот риск, он будет оправдан именно сейчас. Что вот если он рискнет сейчас, то вот завтра, послезавтра будут изменения. То есть ему нужна убежденность в том, что именно сейчас нужно выходить, а там не вчера, не завтра или не послезавтра. Именно сейчас этот день X – момент истины, когда он должен рискнуть ради лучшего будущего, ради изменений в стране. Я думаю, что сейчас объективно нет вот тех составляющих, которые бы заставили людей поверить, что изменения могут произойти прямо сейчас. Вот летом, в августе, сентябре, октябре такой момент был. Была электоральная кампания, были выборы, они только прошли. И была вера в то, что именно сейчас можно добиться перемен. Но эта история затянулась. И очевидно, сейчас люди не понимают, почему на протяжении 6-7 месяцев ничего не удалось изменить. А именно сейчас удастся. Они, я думаю, что большинство сейчас займут выжидательную позицию. Они будут ждать моменты, когда увидят, что режим ослаб, когда увидят, что Лукашенко не так уверенно держит бразды правления, и когда их выход на улицу действительно может привести к изменениям и достаточно быстро. Людей запугали, загнали в определенные рамки. Ну, действительно, люди боятся выходить на какие-то несанкционированные мероприятия. В НР-100 почему собрал много людей. Там более 50 тысяч человек сорвалось в одном месте. Это было 2 года, 3 года назад. Потому что оно было разрешено. Люди не боялись идти, и флаги на плечах несли. Сейчас, да, мы видим, что... Ну, тоже Николай Козлова. Почему его арестовали именно... Или задержали, как там правильно говорить, юридически. За 2 дня до дня воли. Для того, чтобы люди не могли сделать каких-то действий, призывов и прочего. Власть к этому очень тоже подготовилась. И... Ну... Действующая власть делает все, чтобы удержаться у власти. Поскольку Лукашенко, я думаю, такой же глупый, как и Путин, он, вероятно, будет вести себя так же по-бандитски, еще больше оттолкнув белорусский народ. Усилив кризис так, что люди в рамках его режима в какой-то момент скажут, что это игра, которая больше не может продолжаться. Я верю, что мы движемся в этом направлении. Раньше, когда люди говорили о протестных движениях в России или Беларуси, они сосредотачивались на том, сколько людей оппозиция может вывести на улице. Теперь они говорят о том, сколько дней оппозиция может держать людей на улице. И мы говорим о Хабаровске и о Беларуси, о протестах, которые длились более полугода. Это новое измерение. Это не то, с чем мы были знакомы раньше. Это показывает, что есть движение среди людей, которые смотрят на режим и напуганы. И я думаю, что тот факт, что больше людей потрясены и меньше людей напуганы, даже когда режим ведет себя бандитски и репрессивно, является самым явным признаком того, что у господина Лукашенко нет долгого будущего. Слушайте, сейчас на интернет-платформе «Голос» лидер оппозиции Тихановской проводит сбор голосов граждан Беларуси за переговоры с режимом Лукашенко. Проголосовали уже более 760 тысяч человек, что составляет около 8% всего населения. Причем динамика прироста голосов выглядит довольно странно. В первые два дня было собрано немногим менее 700 тысяч, а потом прирост, очевидно, замедлился. Сейчас сложно говорить, то ли это индикатор усталости протестующих, то ли дело рук IT-специалистов Лукашенко. Но так или иначе, Тихановская надеется, что собрав достаточное количество голосов, у нее появится дополнительный аргумент в переговорах с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы. Фамилии Лукашенко в этом заявлении нет. Ну, нужно реально оценивать возможности, которые есть у Светланы Тихановской и оппозиции в целом. Надо сказать, что к этой инициативе многие отнеслись в Беларуси так скептически, исходя из того, что вот мы ждали какой-то плана победы, а тут нам предлагают просто проголосовать. Ну, нет на самом деле каких-то чудесных решений нынешнего политического кризиса. Невозможно по мановению руки что-то изменить или придумать какой-то план, который бы обеспечил победу мгновенную. Совершенно очевидно, что Светлану Тихановской нужна была эта инициатива, во-первых, для демонстрации своей поддержки в стране, для, в том числе, международных партнеров, потому что они, безусловно, не могут поддерживать Светлану Тихановскую просто потому, что она Светлана Тихановская. Им нужно подтверждение того, что она действительно представляет интересы беларуского народа. А во-вторых, я думаю, что это мощный такой психологический мобилизационный фактор, опять-таки. То есть беларусы, опять, должны увидеть, что их много и что есть некая задача, которую они должны, вот, объединившись, решить. Вот задача голосования для переговоров. То есть надо воспринимать это именно с точки зрения, во-первых, международного эффекта, а во-вторых, с точки зрения вот такого психологической поддержки, вдохновения беларусов, которые должны мобилизоваться с помощью вот этой инициативы. Так что с точки зрения именно мобилизационного фактора, я оцениваю это позитивно, положительно. Да, это неплохая идея. Я не думаю, что Тихановская в этой ситуации могла бы предложить нечто большее. Безусловно, решим не сменяется голосованием в соцсетях, и это понятно. Но это, во-первых, символическая мобилизация. Мы же понимаем, что если человек не способен даже проголосовать в Телеграме, он тем более не способен к каким-то более серьезным действиям. И это проверка того, какое количество людей готово на начальную мобилизацию. И, конечно, такое голосование — это всегда символически важный аргумент в международных переговорах, потому что он демонстрирует ту поддержку, которая сохраняется и у движения перемен в целом, и, в частности, у команды Светланы Тихановской. И, конечно, такая мобилизация важна, потому что она позволяет сохранять ту легитимность, которая символическая у Тихановской на данный момент есть больше, чем у других политиков, больше, чем у Александра Лукашенко. И поэтому, как я говорю, это только часть большой компании. Естественно, одним голосованием изменить нельзя, но его можно использовать как полезный инструмент. К сожалению, уже сейчас очевидно, что оно выставляет штаб Тихановской в весьма проигрышной ситуации. Она имела смысл в том случае, если это подвязывалось к протестам и должно было быть связано с стать дополнительным триггером, когда, например, ну, скажем, хотя бы там 3 миллиона бы проголосовало белорусов, как сказать, вот готовность, если ты не идешь на протесты, то мы все, если Лукашенко не идет на переговоры, мы идем на улицу. Вот такой, если был бы имидж, такая подача, то, конечно же, это все меняло бы структуру. Но мы видим, что активность крайне маленькая. Ну, сейчас даже еще миллиона нету, а миллион, по факту, это, ну, пускай 20%, да, 20% от населения. Ну, и фактически это козырь в руках белорусской пропаганды, показать, что, ну, посмотрите, их даже не большинство. И это может стать таким инструментом, деморализирующим общество, ну, и в какой-то степени подрывающий авторитет влияния Тихановского. Ну, так или иначе, конечно, это будет использовано и российской, и белорусской пропагандой. И противопоставить этому нечего, потому что, ну, что ты сделаешь? Ну, требует миллион переговоров. Ну, это же не большинство населения. Поэтому, честно говоря, сама эта инициатива без какой-то детальной стратегической проработки, мобилизации, она во многом похожа на ту инициативу, которая была в октябре, ультиматум. Хотя там было гораздо четко и ясно сформулированы требования, но не было подготовлено это все. А это еще более сформализированный ультиматум, сведенный до уровня электронного голосования без усилий для мобилизации общества, без стратегии, что делать с этим голосованием, что стало для многих непонятным и неясным. Ну, и фактически превратилось это в какую-то формальную активность для активности. Я очень скетически отношусь как к тому, что Тихановская запустила, так к тому, что сейчас в России команда Навального запустила. Потому что опасность в чем заключается? Что различные спецслужбы, если к этому всему получат доступ, они вполне могут выйти на людей, которые в этом всем участвовали. И вот все вот эти активисты, все эти активные люди, они оказываются на виду фактически. И чтобы вы там не говорили по поводу системы безопасности, что все это не попадет к условным товарищам майорам, да, конечно, все попадет. Ну, то есть, ну, как это? Ну, то есть, невозможно такое обеспечить безопасность. Вот, то есть, понятно, что все равно спецслужбы получат доступ и будут эти данные использовать против людей. Ну, то есть, опасно, в принципе, вот на поверхность всех этих людей выводить, да, то есть, когда вот настолько легко, получается, спецслужбы могут до них добраться, и поэтому просто подарить все к зародыше. Вот это очень опасно. И знаете, еще что? На этой неделе главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, известный своими доверительными отношениями со многими сотрудниками Кремлевской администрации, опубликовал в Телеграме пост, наделавший довольно много шума в Беларуси. Вот цитата. «Переговоры Лукашенко с оппозиции будет вести УБСЕ под руководством Швеции. Всех политических заключенных потребует немедленно освободить и реабилитировать. Страны Европейского Союза берут на себя обязательства по оказанию макроэкономической поддержки в течение переходного периода, в том числе после проведения свободных выборов. Переговоры должны начаться не позднее 1 мая этого года». Состоялся телефонный разговор советника Госдепа Дерека Шолли с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Обсуждался стартовый состав переговорщиков. Это посол Соединенных Штатов Джули Фишер от Европейского Союза Жозе Мануэль Борозу и представители УБСЕ и Министерства иностранных дел Германии. Я пытался выяснить у Венедиктова детали этой во многом сенсационной информации, на что получил ответ, что добавить ему нечего. Однако ни один из фигурантов этого сообщения до сих пор его не опроверг. «Это в принципе нереально сейчас, так как ситуация в Беларуси с точки зрения российских интересов полностью стабильна. Лукашенко фактически идет на уступки российским властям. Проводить какую-то замену Лукашенко в условиях, когда сохраняется внутренняя турбулентность, но это еще получить одну нестабильную точку и непредсказуемый результат у границ России. Переговоры, и Россия будет готова на переговоры только в том случае, если Беларусь будет полностью под контролем России либо войск, либо политического аппарата. Создавать условия в стране, при которых к власти придет продемократическая оппозиция, даже тот же Баба Рика, что создаст абсолютно непредсказуемое количество различных политических сценариев, особенно и после ситуации в Нагорном Карабахе, после Крыма и Украины. Но для России это еще одна лишняя проблема. Если она не уверена в том, что сможет контролировать ситуацию в Беларуси, и она не может быть в этом уверена, потому что национальное движение крайне сильное, то это, в принципе, геополитическое самоубийство. Тем более привлекать к этим переговорам заклятых врагов в лице США и Европейского Союза. Поэтому, как мне кажется, это некая манипуляция, которая должна иметь свои цели, возможно, снизить внутреннюю активность белорусов. То есть, подождите, вот в мае начнутся переговоры, а почему они не начались зимою? Почему они не начались в декабре? Почему они не начались в январе? Любые экспертные дискуссии в рамках ОБСЕ уже можно в какой-то степени называть начало переговоров. Переговоры — это ведь не только встреча Лукаженко-Тихановской. Это, может, какая-то финальная точка, и то, которая, скорее всего, никогда не состоится. Даже если, может быть, произойдут изменения в результате переговоров, я не думаю, что в них будет вот такое персональное участие. В этом смысле площадка ОБСЕ важна как, даже не столько как скорейшее начало, как направление, как консенсусный вообще сценарий транзита. И хорош в том числе потому, что в ОБСЕ уже институционально включена Россия, и нет смысла обсуждать, как ее включать и включать ли. Россия является членом ОБСЕ, и поэтому, конечно, дискуссии будут и с участием России, и в этом смысле не нужно какой-то особый секрет сообщать об этом информацию. Россия включена в процесс с самого начала. Поэтому площадка ОБСЕ выглядит достаточно перспективным вообще направлением для переговоров. Я думаю, многие месяцы были, в том числе, международные работы команды Тихановской подращены именно на то, чтобы эту площадку так активизировать, и чтобы входящие ОБСЕ были готовы на такое ее задействование в белорусском кризисе. Мне кажется, переговоры скорее важны как технические вещи и скорее к тому моменту, когда транзит в Беларуси будет выглядеть неизбежно. Важно наличие какой-то переговорной площадки, где в том числе старые элиты будут заинтересованы не бороться до последнего патрона и не выбирать все или ничего, а будут заинтересованы провести какой-то разговор и договориться о каких-то условиях перемен в Беларуси, потому что есть Лукашенко, есть его самый близкий круг, для которого действительно ставка все или ничего. С ними не о чем договариваться, потому что нет ничего такого, в чем они были бы заинтересованы, что им могли бы предложить ни Тихановская, ни Путина, ни Меркель, ни кто еще. И поэтому с этими людьми мало о чем можно договориться. А вот другое дело — окружение, и я считаю, что в конечном счете, когда придет понимание неизбежности транзита, переговорная площадка будет востребована, и хорошо бы, чтобы к этому времени она уже была и была так или иначе согласована, имела поддержку как внутренней легитимности у беларусского народа, так и поддержку со стороны внешних акторов и России, и Запада. Чем больше будет поддержки и договоренностей сейчас, тем меньше будет возникать конфликта в будущем. У Запада, безусловно, есть возможности повлиять на внутреннюю политику Беларуси посредством различных факторов давления, включая дипломатическое, экономическое и так далее. Это сложно, потому что многие связи, которые Беларусь имеет с Европой и Западом, недостаточно значимы, чтобы изменить мировоззрение Лукашенко. Даже если Запад и найдет больший потенциал для экономического воздействия на Беларусь посредством санкций, то Россия, если она почувствует, что Лукашенко может пасть и что полученный в результате режим будет неблагоприятный для Москвы, у нее определенно будет стимул поддержать его чем угодно. Это может быть открытая экономическая или даже военная поддержка. Его формат переговоров – это формат переговоров СИЗО КГБ. Вот когда он ездил осенью, это когда человек находится с ним не в равных условиях, когда фактически он говорит с человеком, у которого пистолет у головы. Вот это то, как он представляет себе переговоры. А равные переговоры при международном посредничестве – это совершенно нереально. Нужно понимать психологию этого человека, ведь за четверть века неограниченной власти он всерьез уверовал в свою избранность. Он в профсусе считает себя таким мессией. Он неоднократно в интервью, в том числе за последние месяцы, говорил, что президентами не становится, президентами рождается. Вот он считает себя помазанником Божьим. Понимаете? Если вы считаете себя представителем Бога на земле, то очень сложно садиться за переговоры с оппозицией, со Светланой Тихановской. Это очень сложно вложить в свое мировоззрение. Так что психологически его очень можно в этом плане понять. Ну а пока белорусские политологи анализируют вероятность согласия Лукашенко хоть на какие-нибудь переговоры с оппозицией, в любом составе. В Европейском Союзе объявлено о создании при Датском институте против пыток международной платформы для Беларуси, для сбора и хранения свидетельств серьезных случаев нарушения прав человека, происходивших во время выборов президента страны и в августе прошлого года, и после них. С последующим привлечением к ответственности всех лиц, виновных в этих нарушениях. Эту инициативу уже поддержали власти практически всех стран Европейского Союза, а также США, Канады и Великобритании. На прошедшей неделе в Израиле состоялась четвертая за прошедшие два года внеочередные выборы в парламент. Окончательные результаты будут утверждены в эту среду, но предварительные итоги говорят, что с большой вероятностью политический кризис в стране продолжится. Для формирования правительства правящей коалиции надо иметь не менее 61 из 120 мест в Кнесете. Так вот, партия Ликут, действующего премьер-министра Беньямину Нетаняху, получила 30 мест, заняв первое место в турнирной таблице. С ним готовы солидаризироваться еще несколько партий, в сумме способных принести 29 кресел. Дефицит в два места не перекрывается никакими переговорами. Это затяжной наш политический кризис, он продолжается два года. И мы каждый раз, как пони, ходим по кругу, голосуем, и ни к чему это не приводит. По крайней мере, на данном этапе все еще нет однозначного преимущества ни у одной из сторон. И сейчас либо будут найдены какие-то креативные решения этого кризиса, либо мы идем на пятые выборы. Третьего не дано. Здесь надо говорить или думать о том, как менять систему, поскольку тут действительно есть тупик, из которого нет выхода. Но я лично считаю, что этот кризис, он не столько системный, сколько персональный. Ведь для оппозиции нет проблем формировать коалицию с партией Ликут. У оппозиции есть проблема формировать коалицию с партией Ликут, во главе которой находится Бенеми Нитаниягу. А у него 5 апреля начинается активная фаза судебного процесса, когда ему необходимо будет три раза в неделю являться в зал судебных заседаний. И в оппозиции логично, с их точки зрения, говорят о том, что они не готовы находиться в коалиции с человеком, против которого выдвинуто сразу три уголовных обвинения по подозрению в коррупции. Для них это та самая красная черта, которая не позволяет им сотрудничать с Нитаниягу даже в разгар вот этого нынешнего политического кризиса. И если бы Бенеми Нитаниягу, я не знаю, по примеру какой-нибудь западноевропейской демократии, сказал бы, знаете, ребят, я вот вижу, что вы за меня голосуете, но поскольку вот я есть и проблема, я являюсь проблемой, я сейчас возьму на себя ответственность, встану и уйду, да, пару лет там позанимаюсь своими делами, потом, может быть, вернусь. Если бы такая гипотетическая ситуация произошла, то я гарантирую вам, что коалиция в Израиле была бы создана за полтора дня. И я даже не сильно утрирую, поскольку, опять же, как я и говорю, у многих партий в оппозиции нет никаких проблем находиться вместе с Ликутом. Есть проблема находиться с Бенеминым Нитаниягом. По подсчетам израильских медиа, в новом составе Кнессета окажется не менее 11 русскоязычных депутатов. Учитывая, что всего в стране с 9-ти миллионным населением живет порядка 2-х миллионов русскоязычных евреев, это более 20%, то 11 депутатов из 120, ну это 10%, результат, по которому, вероятно, можно судить о политической активности или ее отсутствии граждан Израиля, разговаривающих на русском языке. Самым известным русскоязычным политиком в стране является лидер партии «Наш Дом Израиль» Авикдор Либерман, который два года назад отказался поддержать закон, освобождающий ортодоксов от службы в армии, тем самым, по сути, развалив правительство и положив начало этому вот этому самому затяжному и дорогостоящему политическому кризису. Четыре внеочередных волеизъявления народа Израиля стоили экономике страны более 4 миллиардов долларов, потраченных на их организацию и проведение. Тем не менее, партия «Наш Дом Израиль», созданная в конце прошлого века, по-прежнему пользуется популярностью в русской аллее. Может быть, в память о когда-то безвременно распущенной прокремлевской партии «Наш Дом Россия». Я затрудняюсь уже на данном этапе, через 30 лет после начала большой волны Алии, и сам уже находясь примерно столько же времени в Израиле, я затрудняюсь как-то каталогизировать и охарактеризовать однозначно, выделить какой-то тип поведения электорального, так называемой «русской улицы» в Израиле. Просто потому, что «Русская улица» за это время, она несколько разрослась и стала уже как минимум русским районом, со своими улочками, переулками, тупиками, большими и малыми трассами. И если говорить о ядре русскоязычных, то, разумеется, такая партия, как «Наш Дом Израиль», она, ядро сторонников состоит из русскоязычных израильтян, это порядка четырех мандатов, это же, кстати, электоральный барьер. Но русскоязычные израильтяне голосуют не только за «Наш Дом Израиль», они голосуют по всему спектру израильской политической партии за все сионистские партии, от Меретса до религиозных сионистов, которые находятся справе от Ликуда. Я даже знаком с русскоязычным раввином, который возглавляет русский штаб ортодоксальной партии Ядута Тура. И даже в ШАС выходцы бухарские евреи, выходцы из Советского Союза, Узбекистана и странные языки кавказские, из региона из Кавказа, голосуют за эту партию. Поэтому диверсификация, такое вот модное слово, она, да, присутствует. И выделять русский... Может быть, я несколько наивен и хотел бы верить в то, что мы уже сами по себе представляем весь спектр израильской политической палитры, да. Но сегодня уже очень трудно, на самом деле, не в пример труднее выделить русскоязычный голос, какую-то отдельную поведенческую модель. Есть, условно говоря, так называемая русская партия, наш дом Израиль, да. Хотя, обратите внимание, очень много друзов израильских на севере проголосовали именно за наш дом Израиль. Что это говорит об НДИ? Это русская партия? Это друзская партия? Или это, в принципе, израильская партия? Мы постепенно-постепенно начинаем вести себя в соответствии с тем, как ведет себя средний израильский избиратель. Ну, знаете, у Израиля еще есть шанс избежать пятых подряд внеочередных выборов. В конце недели, когда стало окончательно ясно, что Нитаньяху не сумеет собрать правящую коалицию, Авигдор, тот самый Авигдор Либерман, призвал партии, не поддерживающей премьер-министра, принять закон, запрещающий члену Кнесета, которому предъявлены уголовные обвинения, формировать правительство. Страна маленькая, политика большая. И вот еще что, напоследок. На этой неделе глава Совбеса России Николай Патрушев в ответ на заявление советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что отношения США с Россией в ближайшем будущем не будут простыми и предстоят трудные дни, ответил, что если Штаты предсказывают трудности, значит, они их и планируют. И американская сторона в таком случае будет нести за это полную ответственность. Что-то типа, кто как обзывается, тот так и называется. Вот так. Если вы все понимаете, значит, вам не обо всем говорят. Пока. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»